Я всех приветствую на своем канале Инфам и Тюньфам, и с вами Лена. Ну что ж, наконец-то у меня нашлось время, и я даже вспомнила о том, что я давным-давно хотела вам сделать видео. Это видео должно было выйти еще в октябре, но я сначала забыла, затем у меня не хватало времени, и как-то все вот оно так располалось. И сейчас, когда я уже задумывала о том, чтобы вам сделать следующее видео о другой книге и другом фильме, я вспомнила об этом. И подумала, что это надо исправить, потому что книга неотменная, и фильм тоже. И речь пойдет у меня о книге Франсуа Сторней, у меня на немецком «Делец-то-либо, это муссю Армон», и на французском называется она «Дуссор-тю». То есть нежность убивает. На русском, к сожалению, я ее не нашла. Я не знаю, если ее перевели, мне бы было очень грустно, если нет, но такое ощущение, что она так и есть. Поэтому, кто умеет читать на французском или немецком, очень вам советую. Но так как речь пойдет еще о фильме, который, кстати, к вам придет в марте, и может даже и хорошо, что я забыла о том, чтобы сделать видео еще осенью, потому что сейчас я сделаю некое видео в предвкушении, и в марте вы сможете посмотреть фильм, если вдруг не прочитаете книгу. Кстати, фильм называется «Последняя любовь» мистера Моргана, где в главной роли играют Майкл Кейн и Клюнонс поэзии. «Коллаборация Франция, Бельгия, Германия и Америка». Ну, раз уж столько стран вместе собрали, чтобы сделать фильм, он, конечно, должен быть хорошим. Пару слов между разницей фильма и книгой. В фильме очень много чего изменили. Я об этом знала еще до похода в кино, я перечитала специально книгу, потому что первый раз я ее прочитала 2-3 года назад, кстати, когда... Да, 3 года, скорее всего, потому что я тогда говорила на немецком, но вот это одна из книг, где, кстати, легко читается, если кто-то учит языки, французский или немецкий, то вот это одна из книг, которые можно понять и улучшить свой язык, свои знания, вернее. Так, где-то я уже все так запуталась, и да, много чего изменили. Для меня это было, конечно, не страшно, главное, чтобы это было к лучшему, или хотя бы, чтобы не отнимали, в общем-то, у книги ее смысла. И хочу сказать, что удалось очень даже неплохо, добавили американскую нотку. Для меня американская нотка, это когда человек что-то такое прямо добавляет, чтобы в смысле развлекательного. Но так как главные идеи были переданы, и считаю, что, например, тема отношений отцов и детей была даже в фильме на уровень, по-моему, даже более раскрытой. Ну вот, теперь все по порядку. О чем же эта книга? Ну, это о любви, это о одиночестве, о недостатке любви. История. Мисси Аму, это учитель на пенсии, который вдовец, он потерял свою любимую жену, и об этом скорбит. Прошло 2-3 года, и ему не хватает любви. Он одинок, и у него, несмотря на то, что у него двое детей, дочка и сын, но вот как-то они редко приезжают, и, ну, грустно. Но мы потом понимаем, что на самом деле они не приезжают, потому что он тоже был на самом лучшем отцом. Вот. И он уже задумывал о том, чтобы делать самоубийство, как-то ему все неинтересно. Представляете, философ, который в жизни уже все, многое перечитал, многое увидел, и он потерял свою жену и как-то весь интерес к жизни. Может быть, больше неинтересно, особенно когда вы пожилой человек, то я думаю, что это вдвое не тяжело. И наш главный герой, который уже в жизни ничего хорошего не находил, случайно встречает вторую главную героиню Пулин. Пулин, кстати, у нее нет семьи. У нее нет ни папы, ни мамы. Так же произошло. И ей тоже не хватает любви в жизни. Так получилось, что вот они встретились, и как раз друг другу подарили то, что им в жизни не хватало. Например, месье Арман, он снова полюбил жизнь. Он снова узнал, что такое захотеть быть более красивым, захотеть пойти в ресторан. То есть вот как-то вот их отношения друг другу подарили то, что им не хватало. И Пулин, она обрела в нее вот свою семью. Даже она его называла дедушкой. Хотя ему это не так уж нравилось, потому что все-таки у Арман, как и рядом любого мужчины, все-таки было вот такое вот, не то что притяжение, но вот как-то вот такое вот-вот-вот, что-то вот такое. То есть это не те отношения как бы банальные, там, скажем, где мы видим дедушку совсем молоденькой, а вот как-то такие очень поэтичные отношения, очень это все так нежно. И он ей действительно заменяет семью. Да, если в книге Пулин, она работает протофицей в магазине, то в фильме она учительница танцев. И месье Армо, если он в книге француз, который всегда жил во Франции, и его дети тоже в Франции, только дочка в Канаде, то в фильме он американец, который приезжает во Францию, и который, кстати, не говорит на французском. Но в фильме, кстати, вот их квартира в Париже, когда я на нее смотрела, я только насколько вспоминала нашу старую квартиру, вот эти вот высокие потолки, вот эта вот красота, лепка, ну очень-очень красиво. Поэтому сам фильм, он помимо всей вот этой такой некой, как сказать, поэтичности, есть еще и, конечно, красота Парижа, французский язык, и вот как-то вся эта романтика, романтика города и всего красивого вокруг. Что ж, к чему движется в книге, ну, конечно же, там будет происходить много-много-много чего, о чем я вам, наверное, не расскажу. Скажу, что даже в конце будет такая история любви, ну, конечно, не с миссио Амон. И очень вам советую, в общем-то, в марте посмотреть фильм, кто знает французский или немецкий, прочитать книгу. Вы об этом действительно не пожалеете, это очень тонкая книга, но тонкая и по содержанию, но и по стилю. Она очень красиво написана, очень много, очень поэтичная, и мало таких книг в наши дни, поэтому я с удовольствием обычно о ней говорю. Фильм я, фильм мне тоже очень понравился, как я и говорила, романтика, это Париж, это красиво, это приятно. Мое видео подходит к концу, и я вам еще, может, поставлю несколько ссылок на вот такого рода видео о книгах или о фильмах. Огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. А я вам говорю до скорых встреч в новых видео. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok